Друзья, мы только что вернулись с Анюткой из нашего мини-отпуска. Все прошло супер, но вы сами видели. Глэмпинги в России это, конечно, любовь. Решили, что надо нам почаще так выбираться. Очень рада, что так спокойно и хорошо съездили, потому что, знаете, часто бывает отдых с детьми, это такое, немножко нервотрепка. Хочется максимально ее избежать, и знаете, это можно сделать еще на этапе планирования. Делюсь лайфхаком, как гарантированно не испортить себе долгожданный отпуск. В первую очередь для этого нужно бронировать отели через надежный сервис, такой как МТС Тревел. Все отели здесь с гарантией заселения. А если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете задать вопросы по телефону или даже обратиться за помощью в любой салон МТС. А они есть практически в любом городе нашей страны. И на этом плюсы МТС Тревела не заканчиваются. Помимо классных отелей, в сервисе можно выбрать еще дополнительные бесплатные бонусы. Завтраки, ранний заезд или поздний выезд. Последнее, кстати, очень удобно в поездках с детьми. Чтобы не нарушать их дневной сон в день отъезда, можно спокойно остаться в отеле до вечера. При бронировании вы всегда получите кэшбэк до 25%. Ну а с моим промокодом PUSHMAN у вас будет еще и скидка 10%. Успейте забронировать отель со скидкой до конца года, но любые удобные для вас даты. Желаю всем отличных путешествий, а подробности ищите по ссылке в описании. Привет, ребята! Новый день, новый влог. Этот влог из поездочки у нас такой будет. Не знаю, как пройдет эта поездка, потому что мы ее запланировали как бы ради контента. Но погода говорит о том, что будут дожди. Короче, боже, я уже устала с этих волос, которые ужасно выпадают у меня. Сегодня Анютке 4 месяца. И мы запланировали поездку в дом отдыха Pine River. Проверить так правильно. Pine River. Pine River. Короче, очень красивое место. Там разные классные домики есть. И у нас будет, можно сказать, 3 домика. Но на самом деле один большой, мне кажется, самый большой, который там есть, в котором будем жить мы со Славой, Анютка, Ива, моя мама, мой брат Саша и родители Славы. Вот такая у нас компания. Вот компания такая. И в другом домике одну ночь будет жить Даша с Димой. Это муж-жена. Короче, Даша моя ассистентка, ее муж. Вот, они будут жить в другом домике. Мы так запланировали, потому что Даша, ну, вы знаете, моя ассистентка. Хотя я вас до сих пор нормально, ну, типа, не представила. Все как-то часто не до этого. Потому что каждый раз, когда мы с Дашей видимся, нам не до видео, понятное дело. Столько работы, столько дел. Ну, я думаю, что и так можно здесь начать представлять в этом влоге. Я устала от этих волос. Мне надо, наверное, какое-нибудь счастье для волос сделать. Я не знаю, потому что они такие, ну, типа, сухие. Мне бы не сказал, что путаются, но волос выпадают просто та хрена. Это фигня еще. Самый трэш, когда я голову помою и расчесываюсь. Прям ужас вообще. Анютка сейчас кемали. Сейчас 12.26. Встала я в 10. Легли в 4. Блин, все-таки, вот реально, быть мамой нелегко. Особенно, если ты хочешь работать, успевать, что такое. Дом в чистоте соблюдать. Сама тоже, не за мою крышкой ходить. Все это, конечно, это... Ну, типа, не высыпаешься, понятное дело, такие штуки. Выпрямляю волосы, чтобы быть красоткой. Обещают, что завтра будут дожди. Прям вообще сильный-сильный дождь. Именно там, где мы будем. Вот. Ну, посмотрим. Кучу вещей с собой берем. Мама моя там кучу продуктов закупилась. Мама Слава тоже. Тоже, короче, они по еде, наши мамы. Но мы на самом деле специально, как бы, их позвали, чтобы они нам, ну, помогали. Вот эти моменты с едой, шашлык, мышлик. Потому что мы, как бы, едем туда больше поснимать, что-то красоту такую поделать. Потому что если бы мы ехали просто отдыхать, я бы вообще не запаривалась сейчас, понятно. Волосы бы не выпрямляла. Ну, то есть, просто бы оделась так. Типа, по-дачному, знаете. Но там очень красиво, и мы все это, как бы, запланировали, как раз, чтобы там пофоткаться, поснимать. Там очень большая, красивая территория. Вообще, посмотрим этот влог. Буду снимать с поездочки нашей. Ехать там туда два с половиной часа где-то. Заселение там в пять, поэтому в такой поздний час уже, да, можно сказать, пол первого, да, мы дома. То, что заселение в пять, и мы вообще, ну, хотим приехать к четырём, к четырём тридцати. Вот такой вот у нас план. Потому что там прям как в отеле заселение, документы надо, всё. Так что такие моменты тоже займут какое-то время. Сегодня, наверное, мы отсюда ничего не поснимаем, но сегодня у Анютки праздник. Она сегодня именинница, ей сегодня четыре месяца. И Даша заказала тортик красивый. Не знаю, как он выглядит, если честно. Не, она мне, по-моему, что-то такое показывала с мишками, какой-то миленький должен быть. В общем, заказала она тортик, они его привезут. Потому что нам, конечно, ну, у нас и так сейчас вся машина будет забита. Так мало того, что у нас будет машина забита. Мы ещё попросили мою маму, чтобы она, прежде чем туда отправиться, в ту сторону, что мы, ну, все сами своим ходом едем на разных машинах, чтобы она заехала к нам и какую-то часть вещей у нас забрала. Потому что у неё машина больше, и у неё, получается, в машине только продукты и мой брат Саша. Ну, и их какая-то одежда. Она там, по-моему, даже удочки что-то захотела взять, не знаю. Вот. А у нас, получается, спереди сидит вилла. Ну, то есть, не положишь туда вещи. А сзади автолюлька, там, ребёнок. Я, получается, слава. Ну, то есть, сами представляете, не так много места для вещей. Плюс у нас с собой будет коляска детская, а она, ну, как бы, не знаю, наверное, 70%, 80% багажника занимает. Да даже 80%, не 70%. Поэтому понятно, что, как бы, для вещей места немного остаётся. А у нас куча всего. Ну, типа, знаете, это я ещё хочу, хотела взять куртки всякие разные. Ну, я не знаю, наверное, сейчас всё-таки возьму, потому что такая погода обещают. Ну, нет, хотя обещают, что будет, как бы, тепло, но этот, тоже сильный. Зонтики всякие мы взяли. Ещё я делала заказ через Byros. Новая. Мне написала девочка-подписчица в директе, типа, Юль, привет, мы занимаемся, короче, поставками, ну, не поставками, а привозят вещи быстро, типа, часто летают, типа, из чего дна, пиши. Да мне вроде, знаете, ничего не надо было, но она мне так написала, что мне сразу что-то понадобилось. Вот, но я не жалею, потому что, во-первых, я заказала куртку, которую с собой взяла, заказала из Zara. Она прикольная, но она линяет. Её нужно сдать в химчистку, чтобы вот эту хрень всё вычислили. Я вчера пылесосила её, но мне кажется, нифига вообще не помогло. И я бы сейчас в ней поехала, но я понимаю, что я не могу в ней поехать. Кстати, надо не забыть ролик для одежды взять. Она ужасно линяет. Блин, я не понимаю, мне так бесят такие вещи. Как вообще можно такое придавать? Ну, может, это, типа, некачественные материалы, не знаю. Или это норма? Вы примите, наверное, тоже бы взять. Но я не собираюсь там голову, например, мыть. Нам ещё как-то предстоит ребёнка купать там. Скорее всего, мы будем просто подушим, типа, мыть. Мы так ещё ни разу не делали, потому что, понятно, ну, типа, ванночку с собой тащить ещё вообще закачаешься. И, конечно, мы этого делать не будем, но и там в чужой ванной тоже ребёнка мыть не будем. Ужас. Просто ужас. Ещё седой волос. Седых волос у меня просто дохера. Я вообще... Как? Почему? Такие сухие губы надо помазать чем-то. Так что Анютка сейчас кемарит. Конечно, у меня было лучше, чтобы она в машине спала, но она недолго спит. Минут 10, наверное. Я её так разбудила, можно сказать. Ну, бывает такое время, я ей говорю, давай, спи дальше. Но сегодня я её специально чуть-чуть растормошила. У нас зарядка была, так называемая. Сейчас канютки каждый день приходили, массаж делали, но, понятно, из-за того, что мы уезжаем. Сегодня у нас массажа не было, хотя я говорила, что можно было бы там, типа, утром. Но наш массажист не может. Вот ещё седу волос. Ужас, они ещё такие жёсткие. Прям торчащие, знаете. Короче, да, у меня их-то хера. Короче, я буду красить волосы, потому что это невозможно. Знаете, так, ну, обидненько. У меня очень хороший цвет волос. Вот сейчас мой натуральный цвет волос. Я, ну, не красилась, я не знаю, сколько лет. И уже у меня давно отросли те волосы, которые когда-то были осветлены. Так вот, очень грустно, потому что мне нравится мой цвет волос. Прям вот такой натуральный, какой он есть. Но из-за седых волос это просто реально бесит. Их действительно эти седые волосы на фотографиях видно. На видео там каких-то со съёмок. Ну, короче, ужас. Так, волосы, в принципе, выпрямила. Этого достаточно. По лукам чё? Лук я собрала. Прикольный. Мне нравится. Но такое, знаете, кто-то мне написал, что я не стильно одеваюсь. И там начали защищать меня подписчики. Что, типа, она одевается, как обычный нормальный человек. Как и все мы. Просто в одежду, которая ей нравится. Не знаю, мне кажется, я хорошо одеваюсь. Ну, нет, ну, может, не так, знаете, круто, как если меня стилист постоянно одевал. Но я такое не люблю. Я люблю, когда в одежде удобно и комфортно. Там, спортивные костюмы. Не знаю, джинсы, лонгслив. Лонгслив, да. Короче, я говорила по поводу всяких вещей. Я заказала с H&M'а зары всякое-всячное. И вот такой заказала. Заказала Анютке вот такого этого крокодила из H&M. И еще заказала 4 подушки облачка. Уже их пристирали. Заказала вот такую вот маечку. Тоже H&M. Ну, обычная маечка, типа. Ну, просто, знаете, заказывала. Мне это нравится очень. Деньги тратить на всякие шмотки. Выпрямитель бежу или не брать. Наверное, шампунь для волос надо взять сухой. Не хочу там голову мыть, всякой фигней страдать. Но на всякий случай можно взять. У меня вот такой. Ему лет 100, наверное. Ну, нет, я думаю, он уж 29, 02, 24. Ого! Скоро стухнет. Хорошо, что посмотрела. Но я очень редко им пользуюсь, потому что я голову мою. Ну, вот так вот в поездку, чтобы не париться, удобно. Не стала я сцеживать молоко в дорогу. Хотя мы будем ехать часа три. Ну, сейчас я Анютку, надеюсь, покормлю. Она еще такая вообще носом воротит. Ну, типа, знаете, есть не хочет, когда не буду. А когда хочет, когда нам неудобно, конечно, все это делать. Она хочет. Так вот, что я говорила по поводу массажа. Анютки делают массаж практически каждый день. И мне тоже. Вот у нас массажист Анита тоже по контракту от клиники. Но мой массаж не входит, конечно, в этот контракт. Это мы отдельно делаем. Причем я случайно узнала, что она делает массаж и взрослым. Что-то мы с ней болтали, пока она Анютке массажик делала. Что-то то ли я говорила то, что не могу, вот массаж тоже мне надо. Типа, счастливая Анютка, ей повезло. Типа, мне тоже как маме надо массаж. И Анита сказала, что он тоже делает массаж взрослым. Я такая... А вы знаете, мне хочется, чтобы... Короче, я люблю, когда свой человек, понятно. Не люблю чужих людей. Или кто их любит. Понятно, вы понимаете, о чем я. И уже, как бы, понятно, к Анютке ходят. Вот Анита, да, массаж делать. И мы уже к этому привыкли. К Аните привыкли. И уже с ней как-то общий язык. Ну, все. То есть уже можно сказать, ну, не чужой человек. И понятно, что не хочется кого-то там еще искать. И она мне уже два раза делала массаж. Это такое блаженство. Просто. Сейчас как будто бы мне делают массаж. Вспоминаю эти чувства. Конечно, я, ну, вообще, за эти четыре месяца в шоке. Моя спина в шоке. Поясница в шоке. Плечи, грудь. Ну, вот эта вот вся часть в шоке. Я просто устала носить эту маленькую карапундию. Которая, конечно, уже не маленькая совсем. Такой вот у меня лук. Классные костюмчики пришли от бренда Just Warm. Just Warm. Вот. И мы их практически все берем с собой. В поездку. Тут вот спит Анютка. И вот такие облачка. Эти уже постеренные, высушенные. И у нас там на сушке еще лежит две штучки. Ну, просто подушечки. Еще заказала вот такую сумку из Зары. Вот такую вот корзинку там для игрушек, например. Потому что у нас вот такая есть классная. Но вот эта мне больше нравится. Сляри Дуд. Она форму держит. А эта такая тряпичная. Но если туда накидать игрушки, то тоже будет ничего. Вот такая, видите? А себе заказала такую сумку из Зары. Мне она понравилась. Как мешок. Что-то всего напихал. Ну, и она такая в духе, знаете. Типа стрит. Так, ребят, ну что ж, мы вышли из дома. В итоге я надела на себя куртку Славы. Потому что не хочется брать лишних вещей. Надеюсь, что все будет ок. Приехала мама. В итоге мы ей только одну сумку погрузили. На самом деле мы могли бы у нас в машине тоже, кстати, все это уместить. Нет, две сумки, да, мы ей дали? Две. Две сумки с вещами мы ей дали. Ну, у нас, видите, да, все. Ну, а что? Подгузники, пеленки одноразовые. Потом неодноразовые пеленки. И, короче, много всего для ребенка. Какие-то уходики мои, да, там лицо, косметику смыть, в принципе, косметика. Короче, куча всего. В итоге выходим не в час, как договаривались и хотели, а в два. Вот, но мы специально как бы договаривались на час с намеком на то, что приехать в 16.30 где-то. Вот сколько мы будем показывать навигатор? В 16.30. В 16.30, да? Короче, мы даже не в 16.30, а в 4.00, типа, как договаривались, чтобы туда приехать. Хотя у нас в 5.00 заселение. Но пока приедем, пока выйдем, пока дойдем. Там ресепшн и ресепшн. Ну, короче, все равно какое-то время уйдет. Надеюсь, Анютка сейчас уснет прям на два часика хотя бы. Чтобы, нет, не кочерыжилась. Кочерыжка, слава богу, она поела перед выходом. И сходила в туалет. Так что можно спокойно ехать. Я очень этому рада, потому что на сегодня, можно сказать, вот эти туалетные дела дома сделали. Знаете, не в машине, потому что, ну, одно дело пописать. Ну, короче, вы поняли. В общем, собрались. Едем. Будем заезжать во вкусные точки. Я там не ела уже лет сто, наверное. Пока будем ехать, я в дороге буду смотреть влог, который снимала с мамой, где мы болтаем, отвечаем на вопросы. Посмотрю, что там по монтажу, потому что, ну, вы знаете, не я монтирую теперь влоги. И это, конечно, кайф. Реально кайф. Так что посмотрю, сделаю скрины, может, на обложечку. Сейчас у нас машина прогреется, я Анютке сниму этот. Анюточка! Именинница! Именинница! Четыре месяца сегодня. Четыре месяца тебе. Мой малыш, мой малыш, мой малыш. К сожалению, на улице дождь. И на завтра тоже обещают дожди. Это грустно? Очень грустно. Зато у меня супер-классный лук. И вот такие уги. Что я очень модная. В общем, ладно, едем. Что рассказывать? Если что-то придумаю, а у меня на самом деле много чего есть с вами обсудить, так как я вспомнила. Но боюсь, что лук не вышел на три часа. Нужно дозированно. Я посмотрю, что за темы у меня там были. Покушаем. И если будет что-то интересненькое, классненькое, я к вам вернусь. А пока буду просто ехать. Буду смотреть видосик, как я сказала, чтобы понять, есть правки, нет. Так, ребят, Анютка плачет. Спать хочет. И хочет вставать, смотреть на мир. Очень тяжело ее развеселить, но я принципиально не беру ее в руки. Заехали перекусить. Короче, чувствую себя из-за этих рилсовых приколов. Типа как клоун сзади. Потому что папа, ну, муж, да? Отец спокойно едет за рулем в дороге. А я сзади так... Не, ну это понятно? Едела. Какая-то приколка. Может, что-то ей другое мешает? Ну-ну-ну. Торет у нее, Ален. Ну, мой солнышко, глазки закрываются. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Да-да-да-да. Пожалуйста, мой солнышко. Пожалуйста, мой котик. Ну-ну-ну-ну. Ой. Анюточка. Привет, Анюточка. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Это вам не это инстажизм молодых родителей. Тут все по-реальному. Крики, оры, сущая собака на кровать. Реальная жизнь, короче. Ну, ничего, ничего страшного. Мы можем успокоиться с козей. В общем, ладно, буду доедать. Так, ребята, мы уже поели, пока стояли. В итоге я взяла Анютку, укачала ее, она уснула. Я ее переложила. Маленького гномика. Так что сейчас мы поедем. Погодка вообще ужас. Ну, знаете, может быть, это и неплохо. Надеюсь, что нам это сыграет на руку и будет такая, типа, атмосфера Silent Hill. Ну, посмотрим. Все. Дождь точно будет, и из-за дождя, возможно, будут испарения, будет реально красиво. Ребят, мы едем уже, наверное, ну, мы минут пять, наверное, едем и видим вот такую пробку. А моя мама, она уже почти доехала до локации нашей, и она говорит, что на полчаса ехала, и была вот такая пробка. То есть она прямо вот записала мне голосовой, говорит, я еду полчаса, а пробка все, не заканчивается и не заканчивается. Капец. Сегодня вообще государственный такой выходной. То есть завтра всем на работу, там, на учебу. И вот нам повезло, слава богу, не мы в этой пробке стоим, всегда радуются, потому что это, конечно, трэш. Посмотрите, какая она длинная. Нам еще час где-то ехать, даже не верится. Мы очень долго едем. Еще пришлось сделать остановку, чтобы нютки подпузник поменять все-таки в машине в первый раз. Потому что она все никак не это, не расслаблялась, так скажем. Ну что ж, ребят, мы приехали. Ура! Тут очень красиво. Мама там уже заселяется. Вивочка кайфует. А мы идем на ресепшн, чтобы получить ключи и заказать машинку. Тут, видите, парковка. То есть так на машине ты не доедешь до домика. И потом уже, получается, вас везут на таких типа гольф-карах. Так что сейчас пойдем все это узнавать, выяснять. Погода сейчас просто огонь. Тут очень атмосферно. Ну как тебе первое ощущение, Зай? Это у вас. Может, ты ешь? Может, это Даша? Да, мы ешь. Извини, Анютка, здесь такое покрытие. Немножко не потрясем. А ну, Ткин. Да, коляска-то хорошая, но для такой поверхности, мне кажется, любая коляска, даже за миллиард, будет немножко не это самое. Только, наверное, если колеса к автомобилю. Да, Зай? О, ну вот так намного лучше. Это же совсем другое дело. Так, ребята, мы уже приехали. Уже темно, но тут территория просто огроменная. 600 гектар. Посмотрите. Вот там, видите, вдалеке такие шашечки? Это тоже эта территория. Огроменная. И мы вообще находимся на отшиве, знаете, прям в самом далеке. Тут очень круто. Ну, домик такой как бы небольшой, но вообще, по-моему, класс. Тут продукты какие-то. Мама уже с Анюткой Сеси подкается. Тут Санек сидит, он будет тут спать. Тут такая вот комнатка маленькая прям. Прихожая здесь. Прихожая. Муж. Такая вот мама. Чей бабушка? Бабушка-мама. Да, это вообще самая мажорная комната. Ну, комнатка Гарри Поттера. Телек, есть плазма, глянь, нифига. Две спаи. Камин. Анютки. Вива. Да. Так что вообще. Туса, джуса, можно сказать. Да все равно разожжем. Атмосфера. В общем, мы с Анюткой и со Славой заняли вот эту комнату. Сейчас мы тут все будем разбирать, наводить порядки. Здесь туалет и ванна даже есть, представляете? Слава уже искупал бивену, потому что мы ее отпустили, она ходила гуляла. И это, понятно, она была очень грязная. Ну, короче, вот такая вот в спальне номер один. Такой стол. В спальне номер два. Диван. Ну, короче, вообще. Классно. Она хочет к Сашке, смотри. Давай. Она такая сейчас прям к нему тянулась вообще ручками такая. У нас тут такой бардак, мы еще не разобрались. Да, да, ничего страшного. Показываем реальную жизнь. Короче, сейчас будем носиться, бегать, все обустраивать. Зала вивенье вот такие походные миски. Ну, одну такую, другую более твердую. Бабушка, оторваться от тебя не возит. Ну, подожди, сейчас я быстро все разгребу и опять тебя возьму. Ты здесь ладость моя любимая. Ты лучше вилочки водички налей. Ой, боже. Какой сладкий вилочек, я не знаю. Анютка впервые куда-то не домой приехала. Типа не на дачу и не в Москве. Дом отдыха. Пузя, ты чайник знаменитый в любое время года. Особенно, когда вталит не влажная погода. Да? Пузя, ты чайник? Ха-ха. У них сегодня день рождения. Четыре месяца. Скоро, Пузя. Уже маме волосы хочет оторвать. Так, ребят, мы уже все разложили. Я, ой, хотела сказать, уложила нютку. Вот она моя рябка спит. Там у нас шашлыки. Короче, у нас тут куча всего. Сейчас у нас шашлыки, машлыки будут. Соленье, закуски, самогонка. Только вот мне нельзя, к сожалению. Пискарик. Почему нельзя? Ну, не знаю. Чуть-чуть. Тут такой творческий беспорядок. Ну, короче, что? Будем сидеть с Дашей, болтать, обсуждать работу. Кстати, мы можем с тобой поболтать про нашу с тобой эту. Пока все равно делать нечего. Давай-давай. Всем привет. Да, это Даша. Мы с ней уже давно знакомы. Сейчас она моя сестенка. И что? Мы с тобой познакомились, получается, сколько? Два года? За год до свадьбы. До свадьбы, да. Познакомились. А ты помнишь, как мы познакомились? Ты мне просто написала, типа, поснимать. Я тебе написала, поснимать. И ты согласилась. Вот. Мы поснимали. Да, разговаривали про предложения. Причем тогда еще мне Слава не сделала предложения. Даша, ее муж Дима тоже еще тогда не сделала предложения. И мы обсуждали, как мы хотим, как мы заколебали. Да. Ну, короче, знаете, вот такие темы нас как-то сблизило. Такое творчество, вот эти вот семейные дела. И ну все, как ты начал общаться. Да. Съемки. Свадьбы. Свадьбы, все. Короче, очень много общего. А еще Даша, я рассказывала в каких-то влогах, то, что у меня есть подруга, надолго, так интересно все. Вот как раз Даша отучилась тоже. Расскажи, тоже долго ты училась? На полгода. И сейчас вот ходишь, сопровождаешь роды и как фотограф еще попаешь? Да, да, сопровождаю, снимаю роды и учусь сейчас на консультанта по ГВ. Да, и она мне вообще такое рассказывает, она мне в шоке. Что-то мы обсуждали, вот тоже давайте здесь расскажем. Вот я просто никогда не знала. Я думала, что вот эти маститы, это вот только в самом начале может быть, потому что еще вот молока много приходит, а потом типа зрелая лактация и уже такого не будет. А оказалось, что наоборот больше всего. Ну да, но бывают случаи, когда малыши уже подросшие и там могут повредить там сосок, зажать какие-то протоки и происходит, да. лактостазы, маститы, абсцессы и, короче, много общего. Она мне такие ужасные рассказывала, и мне там на учебе показывают всякие там страшилки, страшилки. Я говорю, покажи, она мне показала, там такой, ну, короче, нет, на самом деле это не смешно, понятно, это страшно, действительно очень. То есть за этим нужно следить. Я просто этого так боялась, тоже, знаете, волновалась, что нужно, ну, не дай бог, не дай бог, быть внимательным. Когда, Даша, что-то у меня спросила, когда я кормила как-то, по-моему, ты у меня что-то такое спрашиваешь, чего у тебя не бывает там, ну, да, да, грудь там типа бывает сильно, и у меня, да, нет, такого уже не бывает и не будет, я ей такая говорю. А я что-то тогда не знала, что она на консультантах по Гавайи учится, ну, сейчас я ее научусь, я просто говорю, а такого, короче, уже не будет. Она говорит, нет, и что, наоборот, чаще такое бывает как раз-таки еще позже. Ну, можно чаще, но... Поэтому обращайтесь к консультантам, если вдруг у вас какие-то проблемы, не стесняйтесь, не затягивайте. То есть, да, если вдруг там случается что-то, лучше обратиться на ранней стадии, чем все это откладывать и запускать, потому что потом, конечно, процесс бывает вообще необратим. Так что, девчонки, готовься к родам, к материнствам. Да, не, ну, слушай, я, конечно, уже такое не проходила, но вот я просто хочу поделиться, что мы с Дашей не просто вот как бы работаем, как еще сейчас она мне помогает, и фотограф тоже, мы давно уже дружим и снимаем, так еще с ней как интересно общаться, столько всегда нового узнаю. Ну и просто с вами тоже хотела поделиться, потому что мало ли, кто-то захочет там к тебе обратиться попозже. Да, конечно. Что-то прикольно. А так, что-то еще хотела, чтобы мы пообсуждали. Ну, про листирование? Ну да. Ну, че, расскажи, как тебе? Ну, че, у нас сколько уже, месяц? Нет. Ну, уже месяц. Ну, с 13-го числа, да? Да, да, да. Ну, будет скоро месяц, да, как мы работаем вместе. Снимаем вам классный контент. Я думаю, что все вы заметили, что у меня контент получше стал. Да, будем, короче, бомбить. А вы лайкаете и просматриваете побольше. Ну, у тебя вообще как ощущения нету такого, что ты, не знаю, не в каеве, типа, тебе со мной прикуплено? Ну, не, мне нравится, конечно. Я, в принципе, всегда занималась этой сферой. Ну да, да. Вот, мне интересно блогерство и, в принципе, интересны съемки, да. Ну, вот тоже расскажем, что я же написала у себя в Телеграм, типа, девчонки будут, скорее всего, искать ассистента. И Даша мне написала, типа, Юль, давай хочешь попробуем? Я офигелый, у меня этот джекпот реально, потому что Даша офигенный фотограф. А мне это как раз, извините, надо. На руку. Да, потом все, рилсы, сторисы, все она это умеет, знает. Она знает, как писать по поводу бартера, сотрудничества, потому что сама тоже сотрудничает, там, с шоурумами и все такое. Ну, то есть, для меня это, знаете, вообще. Я еще вот сейчас вспомнила на днях, я же генератор. Ты увлекаешься такой темой? Ну, в курсе генераторы, не генераторы, дизайн человека, тип человека. И я, получается, как генератор, у меня вообще по жизни такая тема, что я должна ждать отклик и откликнуться. Ну, то есть, не я должна, например, не я должна была тебе написать, Даша, слушай, не хочу мне ассистента мыть, а именно вот, что ты мне написала, а я такая согласилась, и вот тогда все будет, типа, круто. То есть, вот по жизни просто я должна ждать отклик. И еще хотела добавить, и коротко, я тут недавно решила посмотреть, кто Анютка по этому дизайну. Я вообще думаю, господи, уже 4 месяца как ребенка родила, до сих пор не посмотрела, я же так этим увлекалась, интересовалась. И, короче, она тоже генератор вот так вот поделюсь, прикольно. Круто. Интересно, а ты не смотрела, кто это? Нет, точно. Давай мы смотрим. Ну, давай. Ну, мы можем это, в принципе, за кадром посмотреть, пообсуждать тоже. Я просто, как-то сейчас, знаете, особо этим не увлекаюсь, потому что, понятно, не до этого. Но мне тоже прикольно, знаешь, я вот думаю, блин, класс. Я всегда думала, что, не, мне ассистент не нужен. Ну, зачем, что? Мне бы, наоборот, там, уборщицу, кухарку, вот это вот. Потому что так мне ассистент не нужен, но сейчас я понимаю, что реально нужен был. И вот у меня это, знаешь, с рождением ребенка многие вещи у меня в голове изменились, и меня осенило то, что, блин, надо. И вот почему-то желание именно улучшать качество, контент, и все. То есть мы сейчас над этим работаем, надо будет камеру поменять, звук сделать, все. Так что ждите ближайшие, там, не знаю, сколько изменений хочется. И вот только почему-то с рождением ребенка меня вот как-то шиндрахнуло, что все, вот реально жизнь изменилась. А я как будто еще, знаешь, не изменилась. Я поняла, что я тоже хочу изменяться и улучшаться. Ну, короче. Круто. Но материнство часто меняет и дает такой толчок на какие-то дальнейшие новые действия, поэтому это круто, конечно. И многие люди, кстати, я знаю, когда вот рождается ребенок, бизнес начинает. То есть это реально как толчок, вот именно, ну, и зарабатывать больше, знаешь, хочется все, улучшает качество жизни, так что прикольно. Ну вот, я вас познакомила с Дашей, вот так, хотя бы уже знакома, сто процентов я тебе показывала в блогах. Ну, просто хотелось тоже официально так сказать. Так что, если что, вы можете даже писать. Пишите по поводу классных сотрудничеств. Ну да. Так что, какие дела. Если у вас есть предложения. Да, мы их рассматриваем. Какие вы теперь крутые. И так, смотрите, сколько у нас тут вкуснешек, шашлычки. Картошечка у нас еще есть. А картошечка где? А, вон она, вижу. Так что сейчас будем кушать. Кайфовать. Анютка все спит. Так, мы приехали на завтра. Ой, я просто свиньи кушать, ничего не взяла. Ну ладно, это мы уже сделаем. А что, приборы там тоже надо брать, да? Ага. Я уже сделала. Ой, ты где такое взяла? Пойдем покажу. Что еще с Анюткой? Анюткин тоже завтракать пришла. Да? Да, Анютка? Че будешь? Есть, смотри, у мамы тут бифстроганов, омлетик. Че выбираешь? Мамино молочко будет, скажи. Такой тут ресторанчик. Все, как это все так. Быстрее на стрелку бежали, бежали. У нас еще так много. Короче, мы приехали на завтрак. Ехали на открытой машинке. Вроде ветерок был. Но все равно у нас довольно-таки прикольнее. Мы все поместились. И коляска тоже поместились. Так что сейчас позавтракаем. И потом пойдем к вам в домике классные, да? Далеко отсюда? Да нет, минут 10. Ну класс, погуляемся. Анютка, сейчас гулять пойдешь, да? Будешь гулять. Гуляем. Ну что, девочка осталась, смотрела на нас в это окно. Ну а что, на завтрак бьешь? Ну да. Че, как вам спалось? Мне хорошо, но жарко так, знаешь. У вас тоже жарко. Да. Не, ну лучше, конечно, когда так, чем если поло так. Да, да, да. Жарко варно. А так вообще нормально. Очень уютно. Я Анютка хорошо спала. Тут есть возможность попросить кроватку детскую в домике, но мы решили не заморачиваться. Просто муку между нами положили над головой. То есть очень удобно, кстати. Мы так никогда не спали. Сейчас покажу вам завтрак. Здесь горячее. Такие сосисочки, омлетик можно взять. Здесь глазунья. Можно сделать тосты. Добавить себе ветчину, сыр. В общем, такой выбор большой. На самом деле каши различные, вообще овсяные, пшеничные, гречневые, куриные. Даже бульон есть. Яйца вареные. Здесь морсик, водичка с лимоном. Здесь закусочки, там овощи различные. В общем, на самом деле прям выбор хороший. Блинчики. Все очень вкусно. Ну вот, можно тут себе даже сделать кофе. А еще покажу сейчас вам десерты. Такие кексики шоколадные, морковный тортик, шоколадно-ореховый. Объеденем. Сейчас покушают ребята. И пойдем снимать контентик. Так, я одела шапку, потому что бывает ветерок дует. Но на самом деле вообще нам с погодой прям повезло. Потому что сегодня обещали сумасшедший какой-то ливень, дождь, который не прекращается. Я уже думаю, капец. Несмотря на то, что мы все равно взяли и зонтики. Кстати, красивые такие атмосферные. Я думала, что все, будем контент с зонтиками только снимать. И без ребенка, и около домика, не знаю. Но в итоге прям все супер. Погодка хорошая. Бывает, чуть-чуть ветерок дует. Но вот я сейчас вот так одета. Мне пришла вот такая куртка. И она ужасно линяет. У меня с собой в сумке здесь даже есть ролик от волос всяких. Мне когда ветер не дует, вообще бомба. Поскольку мы сейчас не фоткаемся, я могу в этой шапочке походить. А так красиво очень. Конечно, у нас типа дачи есть, знаете, что нам так восхищаться. Наконец-то ты с коляской гуляешь. Первый раз, да? С Анюткой. Я там гуляла на даче. А, ну там не считается. Около дома, считай, просто. Ну что, как тебе тут, мам? Очень красиво. Ну да. И тут шикарно. Несмотря на то, что у нас дача есть, да? Все равно здесь как-то по-другому. Ну дача все равно к себе домой другое. А тут и природа другая, да? Территория такая необычная, большая. Столько разных вариантов домиков. Я еще не видела. В общем, мне здесь нравится. Да. Классно. Даша в процессе. Блин, офигенно, конечно, когда твой ассистент фотограф. Она все знает, понимает. Не надо. Вот я даже не прошу ее, типа, покажи. Там точно нормально. Она все знает. Затемнить. Ракурс выбрать. Икс-два. Вообще. Короче, здесь вот такие красивые бревна. Сфоткаши маму с Сашей, пожалуйста. Мам, идите. Саша, иди с бревнами фоткайся. У нас тут Манюнечка наша себе. Любимочка наша любименькая девочка. Такой мост бомба вообще. Вот здесь не снимали, но фоткали. Решили пешком до дома дойти. Хотя наш дом... Это вот тот дом наш в самом далеке? Да. А, ну его хотя бы видно. Короче, видите, далеко-далеко. Там наш дом. Он самый последний, мне кажется, вообще. С ума сойти. Такая здесь территория. А там, видите, другие домики. Сейчас туда Даша с Димой переедут. У них одна ночь в одном домике была, а одна вдруг в таком будет. Вот, к ним тоже пойдем пофоткаемся потом, посмотрим, что их там стоило. Были у них в шалашеях. Тоже поснимали. Короче говоря, мы решили дойти до конюшни, точнее доехать. Нас туда довезли, все круто, классно. Но мы чуть-чуть обломались, потому что надо заказывать какую-то прогулку с конями, с лошадьми заранее. Мы что-то этого не сделали. Мы думали, что лошади там стоят, а нам просто сфоткаться на фоне лошадей. Ну, мы думали, что они там. Ну, короче, мы пришли, минут 20 ждали и обломались. Вот, решили больше не ждать, потому что время ценное. Мама гуляет с Анюткой, а мы нашим вот такой компашкой тусим. Анютка спит. Я еще стыдила молочка на всякий случай. Так что в целом все улет. Сейчас около ресепшн стоит, заказали машину. Поедем до новых домиков Даши и Димы. Вот, у меня что-то времени на влоге, конечно, не хватает. Ну, тяжело очень мне и туда, и сюда снимать. Плюс еще я там по работе переписываюсь. Тут работаю, по работе переписываюсь. Еще снимать надо, позировать, волосы причесывать, ветер поправить. Ну, короче, такое, знаете. Так что немножко это что-то где-то, да, не успевается. Вот, вообще тут очень классно, конечно. Здорово. Так что ждем машинку, чтобы не идти пешком. И когда я буду ехать в машине в этой, буду снимать вам, как мы едем. Потому что обычно у меня в руках ребенок, и мне, ну, не до камеры, понятно. Смотрите, как тут красивенько. Цвета, конечно, такие беспонтовые на камере. Короче, мы со Славой решили пойти пешком. Мама там вдалеке гуляет с коляской, с Анюткой. Уже, мне кажется, не знаю, сколько час. Даже больше, уже часа два почти она гуляет. Вот. А мы решили пешочком пойти. И мост такой прикольный, по нему одно удовольствие пройтись. Сейчас погода вообще офигенная. Просто атмосферно, нереально круто. Так, мы пришли в новый домик, ребят. Сейчас Анютку будем кормить молочком. Посмотрите, тут прикольно. Вот такие вот домики здесь. Мы внутри поснимали. Анютку покормили, но вы видели. Ну, прикольно тут, конечно, классно. Но все равно хочется много успеть обойти. Завтра мы уже выезжаем. И сейчас пойдем в наш домик. Он вон там. И с Анюткой хоть поснимали, да? С Анюткой мы сладкие фиги даже. Она в световые часы спит. Когда? Фотографируется. На Анюне. Зато ночью бодрствую. Сова. Ну, а что ей? Хочется со всеми вечеринку проводить. А я думал, это сова. Да. А это кто? Это Анютка. Так вот мы выглядим за кадром. Просто такие стильные, знаешь, на фотках и на видео. Короткие. Блин, ну ничего, куртка. Ну, все, прикольнее. Сейчас Даша с Димой перекидывают на наши телефоны. То, что на их телефоны снимали. И отправимся домой. Жалко, конечно, с лошадками не пофоткали. Могли бы еще больше контента классного сделать. Но мы их ждали 20 минут. Они так и не вышли погулять. Вот так. Какой план завтра? Наверное, мы уже ничего снимать не будем. Мне теперь, наверное, надо упор на влог сделать. Все-таки поболтать с вами, что-то рассказать. Но наш домик-номер я показывала. Вот, конечно, все равно. Знаете, я даже сторис не выставила ни одно из этого места, пока мы здесь. Но мы, получается, сутки уже как здесь. Потому что мы вчера же вечером заехали. Заселение вечером. Но за сегодня мы много сняли, мне кажется. И в разных луках. Как будто дня три тут. Так что класс. У нас тоже на даче там поле. Но не такой простор. Ой. Че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че. Булочка. Спроси. Че там? Хотя, наверное, не стояли. Нет? Все? Ю-ху! Спасибо! Все, на связи тогда. Если что, к нам приходите. Хорошо. Все. Давай, давай. Чао. Все, все, все. Идем, 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 идем. Так, у нас сегодня продолжение банкета. Так уже состав поменьше. Даша с Димой сегодня решили в растором пойти. Но они просто устали и спать вошли. Мама режет хлеб. Класс? Вот она я. Там Анютка, надеюсь, спит. Вообще, только что ползала. Вроде спит. Проснулся наш младенчик. Сейчас она опять на славу похожа сильно. А вот тут у нас Вива спит. Поверьте, Вивочке тут очень уютно. Не думайте, что мы ее это самое... Мамочка ее тут накрывала. Видите, ей хорошо. Она у нас уже давно спит. Ну, не давно, но не года, конечно. Но сколько-то уже по времени спит на своих подстилочках. И не жалуется, честно. Сама сюда идет, ей в кайф. Прям на кровать не просится. Не знаю, что. Может, она что-то поняла. Что-то ей не хочет. Она, может, с нами. Может, ей самой неудобно с нами, знаете. Черепаха. Ай, какая она. Сейчас руку сля. Кусить будешь? Кусить будешь? Папочка, давай тебя тянули. Папин носик лови, папин носик. Вот папин носик. Носик папин, да? Хи-хи-хи. Папин носик. Поймала. А тебе, Юнечку, когда дадут? Шведский стол. А нет, так выбирай левую, правую. Короче, вот так вот мы и спали. И довольно-таки прикольно. Да? Ай, какая. Ай, какая. Будешь кусить? Носок хочешь снять. Кстати, тут нормально. Типа не жарко, не холодно. Свежо. Но не холодно. Но если у нее прям жарко было, в этих домиках прям вообще топят. Мама, не горюй. Покажи, как ты умеешь. Черепаха. Получается, вот так вот подушку кладем. Вот так вот мы и спим. Вот, не, вот так вот Слава спит на краю. Вот так вот. Да? А мы с Аней вот так, как звезды. Хамитяк-хамитяк-хамитяк-хамитяк-хамитяк-хамитяк-хамитяк. Она меня трогает. Короче, я запустила сюда Вивьену. Потому что здесь ее лежанка, а дверь была прикрыта. И Вива сюда как бы направлялась, стремилась, хотела лечь. Потому что она покушала тоже. Все, кайфы словила. Открываю дверь, чтобы запустить сюда Виву. Тут вообще было темно, был выключен все. Умывайся. Открываю. И вижу, лежит Анейву с открытыми глазами такая. Тут темно. Ну, не страшно. Ты даже не испугалась. Открыгнись от мамы. Повернись сюда. Давай. Поворачивайся, поворачивайся. Ну, туда повернись. Повернись, повернись, повернись. Хамитяк-хамитяк-хамитяк-хамитяк-хамитяк. Кстати, мы ее искупали, но без головы. Получается, я разделась. Села в ванной. Вот этому папа научил. И Анютку на себя как бы посадила, а Слава нас поливал. Потому что мы с собой всякие приблуды не брали для купания ребенка. У нас так вся машина забита была. Ну, и мы подумали, что если что, как-нибудь... Покажу сейчас, знаете что? Получила сообщение от Любы, которая монтирует влоги, что она экстренно... Точнее, не экстренно, а... Что-то типа в первый раз в жизни спонтанно купила билеты и улетает в отпуск. Ну, типа, знаете... Ну, она, конечно, извинилась тысячу раз. Говорит, извини, извини, я знаю, что сейчас такое время. Ноябрь, декабрь. Придется самим монтировать, придется вспоминать. Недолго музыка играла. Ну, ничего, она же вернется. Короче, держу ее сегодня на ручках. Хочу поцеловать в щечку, а она резко поворачивается, и у нее куча слюней что-то было. И просто... Такая, наверное, как будто у меня какая-то... Не знаю, кто... Кто-то меня облиял, как будто бы... Анюточка! В Лимочку! В Лимочку! Ты мое солнышко! Вилочка, ты куда ходишь? Чок-чок-чок-чок! Оп! И нету нютки! Опа! Опа! Давай! Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин! Приветики! Ой! Ты что? Села совсем? С ума сошла! С ума сошла! Ребята, новый день! Но он будет очень коротким для влога, потому что мы уже собираемся выезжать. Анюточка кемарила. Ну, сейчас мы Анюточку покормим и поедем потихонечку. Ну, мы будем по очереди уезжать. Сейчас Марина с Иваном, родители Славы. Поедут первыми потом моя мама с Сашей и потом мы. Сейчас ее надо покормить, почутипуситься. Вот тут наши вещи, еще что-то мы положили моей маме, собрали. Что-то зарядка какую-то. Ну, а что, зарядка? О, не! Эй, вообще тут же диваны раскладываются. Да, дай посмотрю. Вот здесь Саша спал. Да, не, нормально. Ну, конечно, маловато, вдвоем не очень комфортно было бы спать. Манюнька! Блин, мы сегодня очень плохо спали вообще. Я сегодня не накрашенная. Блин, в какой-то момент мне стало пофиг. Реально. Ну, не пофиг, конечно, но такой, ну, как есть, как есть. Лучше хоть что-то снять и не накрашенное, чем не снимать вообще. Согласитесь? Сегодня, кстати, на улице намного холоднее, чем вчера. То есть именно вот даже не то, что ветер, а вот просто температура ниже. И вот мы чуть-чуть прогулялись. У меня прям руки холодные вообще, ледяные. Что, выкинула уже соску? А, она ее прям в коляску выкинула. Ну, только с моей помощью. Ну-ка, встай. Встай. Диктовайте. Ой, хороший как он. Ну что ж ты за булочка маленькая? Как я тебя возяю, девочки. Я ее съем. Ну, ладно, неси ее в кроватку. Куда ты меня несет? Мама! Мама! Какой она хороший малыш! Короче, мы уже все собрали. И, ну, только оставили всякие детальки, типа присыпки, салфетки, водички, тябочки, подгузники. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Ха-ха-ха. Ай, хорошая. Ну-ка. Ой, 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 ой. Может, кусить хочет? Итак, остались мы из взрослых вдвоем. Ребенок и собака. Анютка тут лежит, сама развлекается. Ее покормила, но, правда, уже время давненько прошло. Так она и не сделала важное дело. Мемочки меня поймут. Надеюсь, дороги не будет этого самого дела. А то не знаю, как быть. Вот наши вещи. Тут вот такая вот у нас атмосфера. Сейчас я пойду все раз на дорожку. Они утки поменяют подгузник. И уже за нами тоже скоро приедут. В принципе, тут прикольно. Дядай. Ой, а я ванну вообще с туалетом показывала. Тут, конечно, тоже немножко мы это... Устроили шухер. Ну, сами понимаете. Нас много с ребенком. Ну и плюс мы выселяемся. Так, пока мы здесь жили, мы плюс-минус какую-то чистоту старались соблюдать. Нет, вообще прикольно. Мне тут очень понравилось. Такая вот тут женщина. Такая вот тут собачка. Везде мои волосы валяются. Вышло солнышко. Мамочки. Ой, как красиво. Вот с таким красивым видом буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Возможно, он был короткий. И мало видов каких-то классных. Но надеюсь, что все равно понравилось. Мы, конечно, сюда ехали больше не влог снимать, а именно контентик типа коротких видео, рилс, фотографии. Так что обязательно подпишитесь на меня. Ссылки оставлю в описании. И там все посмотрите. Так что всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok